Субтитры делал DimaTorzok Физкульт, здрасте! Чтобы у вас было больше поводов задуматься о переходе на здоровый образ жизни и переводе на оный ваших любимых чат, в эфире передача в спортивном темпе. В этом выпуске мы расскажем об особенно популярном в нашей республике в виде спорта хоккея. Но рассказывать будем о детском и юношеском хоккее, потому что если начинать, то начинать нужно рано. По крайней мере у нас функционируют три ледовые арены. Это Юлавец, Шакше, Дворец спорта и Уфа-арена. А для занятий во дворах у нас на территории городского округа имеются 73 хоккейные коробки, которые у нас ежегодно заливаются, чистятся и рады видеть детей, чтобы они занимались там ежегодно, ежедневно на хоккее. Ну сейчас проходят городские этапы золотой шайбы. Перед этим были отборы по всем районам нашего города. Эти соревнования проводит комитет по физической культуре и спорту города Уфы. С этого года у нас открылась специализированная школа США номер 3 имени Азаматова, где у нас функционирует отделение, не отделение, а даже специальная школа по хоккею, где все желающие дети могут прийти, записаться в секцию хоккея и начать заниматься с любительского уровня и в дальнейшем будет зависеть от них. Ну вообще в принципе хоккей начинается с малых лет. Как раз вот с таких малых ребятишек, с малых детишек начинается становление их как спортсменов. Они первые шаги делают свои на коньках, первые шаги в соревнованиях, ну и потом вырастают уже всякими звездами. Здесь проходит соревнование «Золотая шайба» среди детских команд 96-й лицей и 44-й школы. Количество участников, наверное, в принципе практически такое же, как всегда. Участвуют все районы нашего города в этих турнирах. Каждый район представляет какую-то из команд. Ну масса все очень большая. Но сейчас на городском этапе более 500 ребятишек участвует. Очень интересно посмотреть, как играют дети, и в том числе наши дети, мой сын. Победитель награждает кубками, медалями, гранатами от Комитета по физической культуре и спорту города Уфы. И победитель каждого из этапов едет на чемпионат Башкирии уже на более высокое соревнование. Данный турнир у нас традиционный, проводится ежегодно на хоккейных коробках города Уфы. В нем принимают участие все дети, спортсмены, любители, которые не заявлено не играют на первенствах в России, соответственно не занимаются специализированной клубой «Слату Лайф». И цель данного турнира у нас пропаганда здорового образа жизни и, соответственно, развитие хоккея на местном уровне, чтобы дети со дворов почаще и побольше занимались хоккеем. Хотим вырастить настоящего мужчину. Ну и хоккей, такой вид спорта, сами понимаете, очень популярный, престижный и в плане физической подготовки и для детей, я считаю, в плане здоровья очень хорошо. Я считаю, что труд над собой, над ребенком очень важен в плане того, когда они вырастут. Я считаю, что спорт, в общем-то, поможет им в дальнейшем, может быть, в карьере, может быть, и в дальнейшей судьбе. Дети очень упорные, целеустремленные, как бы всегда лидируют. У детей «Золотая шаева» турнир. Понятно. А вы к этому имеете какое отношение? Ну, только родительское. По времени, да, ну, часа, наверное, 4 в день уходит в тренировку. Вашего личного времени? Да, моего личного времени. Ну, я его привожу, отвожу. Один он маленький, пока не может добираться. Почему сделать такой выбор в пользу хоккея, а не скажем, гадмор? Потому что я гонял на «Золотую шайбу» кожаный мяч в детстве. Понятно. И он ему понравился. Заметили какие-то изменения в характере? Это отключает наличность на характер в этой спорте? Да, начинает отжиматься, подтягиваться. Почему решили заниматься хоккеем, а не скажем, диатлоном, а смоубордом? Ну, мне нравится хоккей. Там есть скорость, удары, ну, были вы и приемы. Что можешь ребятам твоего возраста, который еще ничего не занимается, посоветовать? Стоит ли им заниматься хоккеем или чем-то другим? Конечно, стоит. По какой причине? Ну, хоккей дает здоровье, развивает легкие. Ну, я с ним вот хожу, прихожу, смотрю, как он получает удовольствие, когда они играют. Вообще хочу ходить во дворец и попасть в команду «Солотилайф». Понятно. Тебя как зовут? Представьте, пожалуйста. Денис Титов. Ты почему решил заниматься хоккеем? Ну, во-первых, у меня и папа, и дедушка занимались хоккеем, и мне тоже что-то захотелось играть, научиться. А что легче всего дается? Да, я не знаю. Все тяжело дается, надо стараться. Ну, я хочу очень хорошо научиться играть и попасть, наверное, в команду. В Кахаевскую или в Анхаевскую. Что знаешь об этих соревнованиях? Ну, что здесь все команды со всех районов ездят. В Латым Шамбург, в турнир, в финал некоторые выходят. Почему хоккеем стоит заниматься? Ну, потому что здоровым становишься, всех, ну, по-моему, по-моему, не кидать, для на игроках там быть. Хоккеем начинают заниматься, как правило, в возрасте 7-8 лет. Но не страшно, если ребенок начал осваивать азы хоккея и в более старшем возрасте. Главное, чтобы юный спортсмен был хорошо подготовлен физически, что позволит ему успешно осваивать технико-тактические приемы хоккея. Помните, что в детском возрасте физическая подготовка должна быть направлена прежде всего на укрепление здоровья, гармоничное развитие растущего организма, укрепление сердечно-сосудистых и дыхательных систем, всестороннее развитие двигательных качеств и координационных способностей. С хоккеистами до 12 лет проводится общая силовая подготовка с целью разностороннего развития всех мышечных губ, вызывания достаточно крепкого мышечного корсета, укрепление дыхательной мускулатуры. Основное средство отягощения – собственный вес тела и частей тела. Упражнения обычно динамичные. В силовой подготовке детей используют упражнения в лазании и перелазании через различные препятствия, упражнения с футбольными, баскетбольными и другими мячами. На этапе первоначальной подготовки юных хоккеистов обучают упражнениям, которые в дальнейшем будут выполняться со штангой. В возрасте 13-15 лет повышается роль целенаправленной тренировки тех мышечных групп, которые наиболее важны для хоккеиста – мышцы разгибателей стопы, голени и бедра, приводящие мышцы ног, мышцы разгибателей спины, мышцы брюшного пресса и кистей рук. Хоккеист должен быстро стартовать, тормозить и маневрировать на коньках, вести, передавать, принимать, бросать шайбу и обводить соперника. Кроме того, он должен быстро реагировать на действия соперников и партнеров. Процесс тренировки – это так же, как и при закрытом помещении, как и в Дворце спорта. То есть детишки приходят с утра, одевают хоккейную форму, разминаются, уходят на лед, тренируются. Есть много факторов таких. Погодные условия, конечно, нам иногда мешают. Такой характер. Холодно бывает, снегопады. А так все, как у взрослых. Мы больше уделяем времени катанию, несмотря на какой возраст. То есть маленькие мальчишки, конечно, те, кто еще только приходят заниматься. Они, естественно, слабо катаются, слабо владеют клюшкой. Вот этим и занимаемся. Хотя мы играем, мальчишкам ничего не надо. Они приходят для того, чтобы поиграть. И устраиваем двусторонние игры, какие-нибудь турнеточки, соревнования. Так и тоже. Для интереса. А в основном занимаемся катанием и занимаемся, обучаем их владеть клюшки, бросками. Ну, здесь много всяких факторов у хоккея, чему можно учиться. Более в детском. Мальчишка, прежде всего, должен быть предрасположен к игровым, подвижным видам спорта. То есть у него есть, должно быть, как это, он должен не только в хоккей играть, а во все виды спорта какие-то существуют. Он всегда в футбол, волейбол, баскетбол, ручной мяч, плавный. Все, если у него есть какие-нибудь навыки к этому хотя бы, да. Плюс ко всему, он должен быть крепкий, здоровый, координированный. Ну, все вот эти качества. Но я считаю, что прежде всего должно быть вот это. Потому что нам какие-то, прежде всего, это мышление игровое. А вот в этих всех играх подвижных, спортивных играх, там все это развивается. Родители предупредили. Ну, во-первых, нужно им определить, не то, что родителям определиться. Есть тренера, профессионалы, которые могут дать оценку. Ну, бывает, но я считаю, что это очень редко, когда они ошибаются. Но в основном родители, как бы, считают, что они правы, что их матч должен быть футболистом, как положено. Ну, часто такое, я сам встречал, что это ошибочное мнение. Поэтому надо придерживаться мнения профессионалов, а именно тренеров. Они вам подскажут, может, вы вообще не в те двери зашли, не в тот вид спорта написали. Они считают, что это, они должен быть футболистом. Очень часто такое бывает, тем более часто. Вместо ОРТ – боссы, боскетбол. Вместо СТВ – хоккей и футбол. Всем бесплатно, воздушный шарик. Леденец, пистушок и брелок фонари. Леденец, пистушок и брелок фонари. Нет, я сам пришел. Почему сюда пришел? Потому что это спорт для настоящих мужчин. Расскажи, пожалуйста, свои впечатления о том, как ты первый раз пришел заниматься хоккеем. Первый раз мне было очень сложно. Надо было очень стараться, чтобы пробиться в командах. На чем ты больше всего работал? Что был для тебя сам на трансе и сам в кузов? Скорость надо было набирать. И перебор шайбы надо хорошо делать. Сначала мы разминаемся, потом бросаем в борт поворотом, делаем булиты. Силовые приемы оттачиваем. Силовые приемы мы учимся сильно и точно бортовать соперника. На булиты мы выходим один на один и иногда играем у кого красивее булит получается. Мы находимся на золотой шайбе. Играют две команды. Из этого лицея одна, другая как бы дюж-3. Я в данный момент смотрю за игрой своего сына, он у меня вратарь. Ну, решил он сам пойти, ему так захотелось. Мы просто как бы стали выводить. Времени-то занимает очень много. Ну, как бы приходится... График работы должен быть свободный, потому что тренировки в разное время и несколько в день бывает. Заметли какие-то изменения характера, связанные с игрой в хоккей? Нет, я бы не заметила, какой был, но стремление просто выигрывать, участвовать где-то. Мой сын участвует в этих состязаниях, так сказать, старшими уже традицией, хорошей традицией, прямо скажем. Потому что хоккей на высшем уровне – это хорошо, а популяризация такого дворового хоккея – это непосредственно, так сказать, выход в массы, скажем так. То есть позволяет на уровне, так сказать, народа уже вести эту пропаганду здорового образа жизни, учить детей, уже, так сказать, непосредственно во дворах тому, что было в свое время естественным, я имею в виду здоровый образ жизни. Это правильное, так сказать, времяпровождение, будем говорить. На самом деле есть разница между профессиональным, так сказать, подходом к спорту, что называется, во дворцах спорта, и другое дело, вот на таком уровне, именно дворовый хоккей, он не требует такого, так сказать, расхода времени, расхода средств, как профессиональный. Но, тем не менее, я не опасаюсь за те негативные последствия, которые, в общем-то, может привить улица. Хоккейный вратарь – это центральная фигура в команде. От его деятельности во многом зависят результаты игры команды. Надежная игра вратаря вселяет спокойствие и уверенность партнеров, побуждает их к атакующим действиям, проявлению инициативы и творчества. Слабая игра вратаря вносит нервозность и хаотичность в действия партнеров и, как правило, приводит к поражению команды. Ну, сегодня про игру я могу сказать, что ничего не было, там ни одного броска мне не кинули. То есть ты ни одного не пропустил гола? Да. А ваши сколько забили? Ну, где-то штук 10. Ну, я начал заниматься, первый раз однажды пошел на хоккей, я не помню, сколько лет было. Пошел на хоккей и потом увидел, что на перерывах дети играют. Я решил папе сказать, я хочу на хоккей на перерывах играть. Ну, и потом меня на хоккей записали. Надо спасать команду, и чтобы команда верила, если сделаешь сейф, то команда будет уже увереннее и будет задавать выбор. Ну, радуюсь, это только первая игра, считай. Следующие команды будут посильнее. Так как уже, можно сказать, если команда уже почти вся иссякла, то последняя надежда только на вратаре. А сколько у тебя времени уходит на тренировки еженедельно? Ну, час, два часа. В день? Да. Мы проводим бюджетное соревнование бесплатно, а тренировочный процесс это уже платный, записываю с учковым саммитом. На литовой арене ярко вспыхнут огни, остаются минуты до начала игры. Содрогаются стены, словно грома раска, или кроет арена и трибуны кричат.